Да, действительно, сегодня спасибо депутатам, поддержали выделение дополнительных 55 миллионов. Хотя я и в прошлый раз говорил, что нам необходимо до конца года порядка 150. Мы выходили с таким предложением. Но, к сожалению, в финансовом плане города сейчас есть дефицит денег. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому спасибо за то, что поддержали хотя бы 75. Это позволит обеспечить выплату заработной платы нашим сотрудникам нашего предприятия. Ну и, соответственно, поддержать их в тяжелую пору. Начало отопительного сезона для нас это достаточно суетная, активная работа. Очень много объектов, которые необходимо запускать. Очень много операций, которые технологических необходимо производить. Поэтому, конечно же, сейчас все находятся. То есть, чтобы вы понимали, для предприятия теплооснабжения начало отопительного сезона это событие, к которому мы стремимся фактически целый год. То есть мы начинаем готовиться еще с осени для того, чтобы следующую осенью запустить отопление в город. Верстаются финансовые планы, верстаются планы ремонтов. Все потихонечку готовится. И для нас действительно это большое событие. Для сотрудников приемлемо, что наконец-то все начинает работать. То, что стояло полгода, по большому счету. Поэтому, благодаря тому, что на предыдущей сессии было выделено 115 миллионов гривен, мы смогли рассчитаться с НАК «Нафтогаз Украина», получить номинации. Соответственно, закрыть долги по транспортировке природного газа перед Одессой газом. И на сегодняшний день уже активно ведутся работы по подготовке котельных к приему газа на котельные. Ну, соответственно, 1-го числа, как подписано в распоряжении, мы начинаем запуск котельных. Как я уже ранее говорил на пресс-конференции, в первую очередь будет запускаться, подаваться тепло на детские сады, на медицинские учреждения, на школы. Поэтому мы по этому графику идем и будем, соответственно, работать. Что касается долгов предприятия, два основных долга, которые мы имеем, это долг перед НАК «Нафтогазом», который на сегодняшний день уменьшился до 460 миллионов гривен. И долг перед Одесской ТЭЦ, который составляет порядка 480 миллионов гривен. Соответственно, данные долги есть. Вот они есть. Что касается долгов, которые должны нам. То есть нам должно население 389 миллионов по состоянию на вчерашний день. Поэтому ситуация действительно крайне критическая. В финансовом плане мы неоднократно обращаемся, я понимаю, нетерпение депутатов и всех окружающих, сколько уж можно датировать это предприятие. Но, поверьте мне, данная ситуация сложилась не из-за каких-то там субъективных причин. Это объективная картина по всей, в принципе, стране. Потому что, если вы считаете новости, Харьковские тепловые сети только погасили задолженность по заработной плате за три месяца. Опять же, с помощью дотации городского бюджета Харьковского уже. И многие другие города. Достаточно активный выдался сентябрь, октябрь месяц. В том плане, что было проведено с новым правительством достаточно большое количество совещаний. Проводились собрания ассоциаций теплоэнергетиков. Проводились совещания на уровне вице-премьер-министра, премьер-министра. Созданы какие-то определенные рабочие группы. Проблематика, в принципе, одна у всех. Значит, это первое, что расчеты ведутся по постановлению комитета министров номер 217, которые просто душат все предприятия теплооснабжающих отраслений. Это самая, вот на сегодняшний день, насущная проблема. Вторая насущная проблема, которая крещащая, это то, что вы задавали вопрос, это тарифы. Вчера нацкомиссия, которая идет ротация активная, то есть вчера был уволен один из членов комиссии, то есть назначен временно исполняющий на три месяца. Ну, вы тоже новости все отслеживаете, вы всю эту картину знаете. Состав нацкомиссии принимает решение по тарифу. Мы сейчас готовим эту информацию, у нас подготовлены все фактические расчеты на 99%. Мы идем по процедуре, которая согласована, установлена комитетом министров по согласованию процедуры утверждения тарифов. Мы, соответственно, полностью выполняем эту процедуру. Принятие решения о повышении тарифов с 1 декабря, ну, я бы так, может быть, это, конечно, был бы идеальный вариант для нашего предприятия. И мы стремимся к этой цифре, чтобы мы по состоянию на 1 декабря уже получили новый актуальный тариф на тепловую энергию. Но это зависит, опять же, от того, как будет приниматься решение нацкомиссии. Будет ли форум нацкомиссии, будет ли собрание всех членов нацкомиссии, рассмотрят ли они все наши вопросы, которые мы подадим. С вероятно, по процедуре. Поэтому это зависит только от этих факторов. Правильно, я понимаю, что за годы еще 75 млн. Да. И по аудиту, что показал аудиту? Ну, аудит, собственно, подтвердил все те наши выводы, которые мы уже, я уже неоднократно докладывал. Ведущие директора предприятия, которые описывали постановление. То есть, первое, это принятие актуальных тарифов. Это самое первое. Второе, значит, это переход, как уже написано по закону с 1 января, на новые рыночные отношения с Нагонов, Агазом и Соболэнерго и с поставщиками энергоресурсов. Опять же, это разработка того документа, над которым мы сейчас очень активно работаем. Это разработка концепции развития теплоснабжения по городу Одессе. Вот это три основных направления, на которые сделаны акценты по аудиту. Безусловно, там есть еще и другие рекомендации по реструктуризации, по повышению задолженности. Ну, это все уже такие детали глобальные. Я уже проблемы назвал. Будьте добры.